Вот к такой упаковке пришел мне этот терморегулятор. Но прежде чем его распаковать, давайте посмотрим на правую сторону коробки. Здесь мы видим модель. Следует обратить внимание, что есть такие терморегуляторы как с Wi-Fi модулем, так и без. То есть те, которые без Wi-Fi модуля просто устанавливаются на стену и управляются с помощью сенсорных кнопок. Этот же, кроме такой функции, его можно подключить к смартфону и управлять удаленно этим терморегулятором со смартфона. Дальше есть такое обозначение EP. EP это все терморегуляторы маркируются, которые предназначены для электрического теплого пола. То есть к нему, к этому терморегулятору можно подключать как кабель теплого пола, милиматы, так и инфракрасную пленку. Если здесь обозначение стоит WP, эти терморегуляторы предназначены для водяного теплого пола. Если вообще никакого обозначения нет, такие терморегуляторы предназначены для котла или бойлера. Так, давайте раскроем, посмотрим, что внутри. Необычный такой терморегулятор из пластика белого цвета. После установки терморегулятора снимается вот эта вот пленка, которая предотвращает от царапин во время монтажа. С обратной стороны указано вот такое обозначение в виде змейки. Такое обозначение указывает на то, что это терморегулятор для электрического теплого пола. Для бойлера или котла будет обозначение вот такое. И для водяного теплого пола вот такое. Дальше в комплектацию входит датчик теплого пола. Датчик укладывается только термостатом, предназначенным для теплого пола электрического. Для водяного не укладывается. И для бойлера, для котла также его не будет. Датчик выглядит вот так вот. Пластмассовая такая штучка. Болтики предназначены для того, чтобы прикручивать терморегулятор к коробке при установке на стену. Инструкция на русском языке. Здесь написано, как устанавливать терморегулятор. Как задавать настройки. Ну и как подключить его к смартфону. Английская инструкция. И сертификат качества. Терморегулятор устанавливается в обычный подрозеточник. Ну вот, стандартный подрозеточник. Соответственно, должны быть выведены провода. Провод для подключения 220 вольт. N это нейтраль. L фаза. Третий, четвертый вывод. И сюда первый, второй вывод подключается. Ну вот, к примеру, я взял кабель теплого пола электрического. Без разницы, либо так, либо так. К этим контактам подключается термодатчик. Аналогичным образом, без разницы. Либо красный внизу, либо белый внизу. То есть, датчик будет работать. Давайте теперь я покажу, как снимается вот эта вот крышка. Снимается она очень просто. Просто отводится вниз. Здесь снимается с разъема. Ну и, соответственно, устанавливается уже в коробку. После того, как вы подключили все провода. Все прикручивается винтиками, которые идут в комплекте. И у вас будет установлен терморегулятор. Вернее, его блок питания. Затем подключаете этот разъемчик сюда. Разъемчик обычный, стандартный, маленький. Ну и одеваете крышку. Вот она вот так вот будет стоять. Так. Что-то не сосредоточусь. На стенке это удобнее все будет. Вот так вот. С обратной стороны покажу, как это все будет защелкиваться. Все защелкнулось. И вот будет на стенке этот терморегулятор. Вот так вот висеть. Ну и теперь, друзья, давайте посмотрим, как отображается информация на дисплее у этого терморегулятора. И что он умеет. Но прежде всего, хотел бы сказать, что если у вас нет навыков в электротехнике, лучше пригласить специалиста, чтобы он вам все эти манипуляции произвел. Так как есть опасность поражения электрическим током. Так, давайте подключим 220 этот терморегулятор. Я специально, как вы видите, затемнил немножко, потому что белая матовая панель, и она полностью от себя все отражает. Друзья, если будет какое-то мерцание на экране вашего телевизора, то сейчас, в принципе, я вижу небольшое такое мерцание на мониторе моей видеокамеры. В реальности на термостате такого мерцания нет. Отображается все четко и красиво. То есть яркость нормальная. Кстати, тут яркость этого терморегулятора можно регулировать. Я покажу позже, как. И достаточно красиво выглядит этот терморегулятор. Ну, очень красиво, мне очень нравится. Красивый терморегулятор. Давайте посмотрим, что он отображает. Итак, вверху часы и минуты, которые можно изменить позже. День недели. И температура в комнате 28,5 градусов. Вот этот значок, это значок включения термостата. Что значит включение? Я задал порог температуры здесь больше 28 градусов. И поэтому термостат включился. То есть на вот эти вот контакты, первый и второй, пошел ток. Ну и, соответственно, при подключенном теплом поле, электрическом, он начнет нагреваться. Так, дальше. Вот эта иконка обозначает то, что термостат находится в ручном режиме. А это значит, температуру можно изменять. Вот сейчас у меня задан порог 32 градуса, и я его могу изменять. Ну, к примеру, я поставлю 27 градусов, и термостат сейчас должен отключиться. Давайте посмотрим. Исчезла иконка, и было слышно, как щелкнуло реле. Все, получается на эти контакты, первый и второй. Электричество не идет, и теплый пол отключен. Для перехода в автоматический режим нужно нажать на вот эту вот клавишу. При этом мы видим, что появились часики, и вот такой вот значок. На значке отображается цифра 6. Это шестой период. Ну, и в соответствии с вот этой таблицей, можно видеть, что в этом периоде температура будет 15 градусов. То есть, начиная с 22 часов до 6 утра будет температура вот такая, как задано в таблице. Эти все данные можно изменить, как время, так и температуру. Можно изменить в ручном режиме, можно изменить с помощью смартфона. Об этом я покажу позже. С помощью этой кнопки можно изменить время. То есть, сейчас мерцают минуты. Изменить можно, нажав на клавиши вверх-вниз. Ну, это понятно. Часы можно изменить. Снова кликну на эти часики. Так. Это вверх, это вниз. И день недели, аналогично, кликнув на часики, можно также изменить. Еще раз кликнув, можно изменить настройки графика работы. То есть, подстроить температурный диапазон и подстроить время. Но это проще сделать со смартфона. Позже я покажу, как это сделать. Дальше идет по центру кнопка включения-выключения. Ну и, в принципе, все. Для того, чтобы заблокировать терморегулятор от детей, нажимаем на кнопки вверх-вниз и держим их 3 секунды. Отображается вот такой значок в виде замочка. Это значит, что термостат заблокирован. Нажимаем на любые кнопки. Реакции никакой нет. Для того, чтобы разблокировать, снова нажимаем на эти же две кнопки. Все. Теперь все разблокировано. Все работает. С помощью смартфона можно управлять этим термостатом, так как он имеет функцию Wi-Fi. Для того, чтобы производить управление со смартфона, нужно скачать программу. Программа называется Smart Life. Где ее взять? Либо в Play Market, либо в инструкции, которой комплектуется этот терморегулятор. К примеру, если скачать с русской инструкции, будет программа на русском языке, скачивая с английской инструкции. Здесь вот можно видеть, что скачав с этой пиктограммы, программа будет на французском, с этой на испанском. Здесь индийский, итальянский, и здесь немецкий язык. Каким образом это все скачивается? Ну, понятно. Подводим любым сканером, исчитываем данные, кликаем на ссылку, скачиваем, устанавливаем, ну и затем регистрируемся. У меня уже все скачано, установлено и зарегистрировано, поэтому я сейчас открою эту программу и уже покажу, как настраивать согласование этого терморегулятора с этой программой. Запускаю программу. Здесь кликаю добавить устройство. Здесь мелкая бытовая техника. И еще термостат. Так, вот здесь 4 термостата, выбираю термостат Wi-Fi. Кликаю. Здесь ввожу данные своего роутера, логин и пароль. Кликаю дальше. Нажимаю, убедитесь, что индикатор мигает быстро. Выключаю терморегулятор и зажимаю стрелочку вниз на 7 секунд. Сейчас должен отобразиться значок Wi-Fi, мигающий. Ждем. Это загорелся значок режима EZ. А вот сейчас загорелся значок Wi-Fi. То есть, бывает так, что загорается сразу Wi-Fi, бывает режим EZ. EZ это прямое согласование терморегулятора со смартфоном. В этом случае, если я выйду за пределы досягаемости Wi-Fi, я не смогу управлять терморегулятором в этом режиме. Итак, мигает значок. Я нажимаю вперед. Сейчас идет поиск устройства. Он будет продолжаться в около минуты. У кого раньше, у кого позже найдет смартфон, терморегулятор. Ждем. Прошла облачная регистрация. Идет инициализация. Видим, что значок уже не моргает. Подконнектился. И вот мы видим, что устройство успешно добавлено. Все, завершить. Специально не включая терморегулятор, чтобы показать, как можно его включить со смартфона. Включаем. Все, вы видите, что терморегулятор полностью согласован со смартфоном. Ну и теперь меняем значение. Видим 26 градусов, 28. Давайте включим терморегулятор. 35 градусов. Терморегулятор включен. Выключим его. Терморегулятор выключили. Это в ручном режиме, как вы понимаете. Автоматический режим включается, нажав на эту иконку. Соответственно, видно, здесь проявились часики. И настраивается. Таблицу ранее я приводил. С помощью вот этого вот графика. Но это не график. Это таблица, в которой можно изменить время и температуру. То есть, в зависимости от периода у вас будет включаться или выключаться терморегулятор. Так, вот это режим, это эко-режим. В течение всего дня и ночи будет температура поддерживаться в районе 20 градусов. Ну и это блокировка. Не нужно нажимать две этих клавиши и держать их 3 секунды. Также здесь видна температура, которая в комнате у меня 29,5 градуса. Она здесь отображается. И вот эта вот температура, это температура... Вот второй значок. Температура, которая будет идти из датчика теплого пола. Естественно, вы видите, что он не подключен у меня к термостату. Соответственно, здесь отображается 0 градусов. А все, друзья. На этом настройка терморегулятора закончена. У кого какие вопросы, задавайте под этим видеороликом. Если вам понравилось, помогло это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До свидания.